Доброе утро! В эфире ваше любимое шоу «Утро дома», с которого мы очень рекомендуем начинать день, потому что мы делаем его веселее и интереснее. Ближайшие два с половиной часа проведем с вами мы, Анастасия Косилова, Константин Октябрьский, Слава Толчин и, конечно же, Чамблакыш. И вот что мы приготовили для вас сегодня. Какая связь между суперкомпьютером, лазерами и прогнозом погоды? 3D-протез для аиста и загадочные шкатулки с секретом. Как стресс влияет на наш организм и как ему потом помочь восстановиться? Первый музей гитар в Украине, как и у кого появилась первая коллекция? Как снимался фильм «Касабланка» и что это за кино такое, которое можно пересматривать спустя 80 лет? Кстати, пересматривать можно и «Наше утро дома» по выходным. Именно тогда мы показываем лучшие моменты из нашей эфирной недели. А также подписывайтесь на наши социальные странички. Мы есть везде. Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Все, мы готовы начинать. Да. Настя! Да. С наступающим тебя! С чем наступающим? Новым годом. Кость, ты серьезно? 8 октября на улице? До Нового года почти 3 месяца. Точнее, 84 дня. Послушай, летние праздники уже прошли, праздновать нечего. А до зимних далеко, поэтому я решил уже пора как-то начинать. Знаешь, мне кажется, что в календаре есть достаточно значимых событий, чтобы что-то отметить. Сто процентов. Например, День грамотности, День введения индекса Доу Джонса, знаменитый праздник. Какой день! Ну вот! В общем, более подробно об этом узнаем в нашей рубрике «День в истории». 8 октября 1818 года началась эра боксерских перчаток. Первыми их применили англичане. До этого кулачные бои в Англии были запрещены, и нередко полиция разгоняла зрителей, а участников арестовывала за хулиганство. Чтобы как-то узаконить соревнования, организаторы начали придумывать правила игры и безопасности. Главная задача боксерских перчаток – обеспечить защиту рук борца и смягчить удар. В настоящее время без них не проходит ни один профессиональный бой. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения легендарного украинского богатыря Ивана Поддубного. Профессиональную карьеру борца он начал 27 лет. До этого работал портовым грузчиком. В ринге Поддубный побеждал сильнейших боксеров мира. За свою спортивную карьеру провел порядка двух тысяч поединков, большинство из которых выиграл. Физические данные, необычайная выносливость и, безусловно, настоящая богатырская сила помогли Поддубному добиться немыслимых спортивных высот. Непобедимым борцом в мире он оставался 25 лет подряд. Кроме того, Иван Поддубный – шестикратный чемпион мира по греко-римской борьбе. 150 лет прошло с момента Великого Чикагского пожара. В этот день, в 1871 году, примерно в 9 часов вечера, пламя охватило небольшой сарай на Дековин-стрит. Затем пожар распространился по городу. Огонь бушевал три дня. Большая часть Чикаго была уничтожена. Свыше ста тысяч жителей города остались без крова над головой, а сотни людей погибли. Причина возгорания неизвестна. После пожара город фактически отстроили заново. На этот раз из камня. 8 октября 1906 года в Лондоне прошел сенсационный показ новой прически – перманентной химической завивки. Сделал ее немецкий парикмахер Карл Несслер с помощью авторского изобретения. Внешне оно чем-то напоминало осьминога. Первыми участниками эксперимента стали сестры изобретателя, а затем и жена. Главной особенностью было то, что красиво уложенные локоны держали свою форму очень долго. Многие десятилетия химическая завивка оставалась трендом номер один среди модниц всего мира. Даже несмотря на то, что вредила волосам. Ровно 95 лет назад прозвучал первый в истории футбольный радиорепортаж. Провел его чешский журналист Йозеф Лауфер. Трансляция велась с матча между чешской и венгерской командами за Кубок Средней Европы. Видеотрансляция игры положила начало новому информационному жанру в СМИ. А каким будет 8 октября 2021 года, зависит от каждого из нас.